Передал привет жителям региона, друзьям, а тем, кто замешан в его уголовном деле, пожелал справедливого наказания. Никита Белых дал первое интервью на камеры из тюрьмы. Во время общения с журналистом Russia Today он рассказал о том, что ему до сих пор приходят письма от жителей Кировской области. Интервью записывалось, по всей видимости, в одном из кабинетов администрации Рязанской колонии. Внешне не скажешь, что Белых испытывает проблемы со здоровьем, которые испытывал во время судебных заседаний по его уголовному делу. Надо признать, что Роба немного скрывает прежнюю деловитость эксгубернатора Кировской области. Впрочем, склонности к деловому общению Никита Юрьевич не потерял. На вопрос, желает ли отомстить кому-то за свое уголовное дело, не раздумывая, ответил. Отомстить, наверное, не то слово. То есть Мейс как бы предполагает какое-то сведение личных счетов. Хочу я, чтобы они были наказаны? Да, хочу. Но я не хочу виндетты. То есть я не хочу, скажем, какого-то... То есть я хочу, чтобы деятельность и то, что сделали эти люди, чтобы этому была дана оценка не только правовая, но и публичная. Также Никита Белых признался, что до сих пор получает письма от простых жителей Кировской области. Есть среди них и много позитивных и благодарных. А еще много размышлял об исправительной системе России. Говорит, есть немного очевидных недоработок, которые пришло время пересмотреть. Например, система амнистии, которая касается только определенных статей. Спросили бывшего губернатора и о том, как после всего относится к президенту и хочет ли попросить его о помиловании. А помилование вы не хотели у него просить? Помилование чисто юридическое предполагает то, что человек раскаивается в содеянном. То есть у меня, понимаете, немножко другая позиция. Мне, который доказывал свою невиновность и собирается ее доказывать в дальнейшем, говорить, ну ладно, забыли, я виноват сделал и так далее, а сам держу пальцы скрещенными. Ну неправильно это, неправильно. Рассказал Никита Белых и о том, что после тюрьмы уж точно не собирается уходить на покой. Продолжит работать там, дословно, где будет эффективен. А еще будет рад, если это удастся сделать в России. Но если нет, то найдет себе применение и где-нибудь за пределами страны. Что-то другое. Продолжение следует...